Итак, напоминаю вам, что система управления промышленного робота решает несколько задач. И вы, вот те из вас, кто будут эти роботы применять, всегда должны помнить, что в ваших руках инструмент для решения нескольких задач. Во-первых, это естественно управление движением манипулятора, то есть это наиболее очевидная задача, но также это и возможность управления работой вспомогательного оборудования и устройств, причем не только, которая стоит на роботе, но и что-то, что стоит рядом. То есть, например, сварочный стол, ну может быть даже какой-то там вариант станка какого-то не очень сложного. Вот это надо всегда помнить. Более того, в системах, ну вот, если мы берем систему управления Кока, специально предусмотрен как бы виртуальный программируемый логический контроллер, который позволяет, ну работа, фактически параллельно запускать вот процессы работы в режиме ПЛК для того, чтобы вот дополнительным оборудованием управлять. То есть всегда об этом помните, что, в общем, у вас в ваших руках достаточно такой мощный инструмент. Значит, главная классификация устройств управления является их классификацией по типу управления. На сегодня практически всегда мы с вами говорим только про все вот системы управления, которые выпускаются, они контурного типа. Но все-таки как бы отдавая дальней истории, вот как моряки там с парусного флота, да, мы упомянем всех их. Да, значит, первое — это были циклические устройства управления. Вот как раз тот самый робот-циклон, отсюда, наверное, и название произошло, циклон, да, вот который перед инженерным институтом стоит, вот он был такой циклическое устройство управления. То есть это там, ну, буквально механическими упорами обычно регулировалось, как он может выдвинуться, повернуться. Вот, и, соответственно, как бы промежуточные, почему еще и циклические, вы не могли какие-то промежуточные, да, то есть он мог сдвинуться отсюда-сюда, но он не мог, например, отсюда-сюда и дальше туда. То есть он вот только вот по каким-то таким достаточно жестким циклам мог работать. Да, ну вот то, что я сказал, вот, ну вот как-то так это было, вот, ну, их было как бы преимущество, это вот не нужны были сенсорные каналы, они были такие вот, ну, как дешево и очень сердито, вот, но точность определялась точностью установки, да, то есть если вы этот упор там не точно поставили, вы получали неточное позиционирование. Если этот упор со временем сбился, вы получали повышение погрешности, да. Значит, недостатком было отсутствие промежуточных положений, фактически вы не знали, а что же там происходит. Ну, то, что я сказал, точность определяется точностью установки, поскольку это были, ну, в буквальном смысле механические упоры, то есть эта штука, она, ну, так, так, в общем, как сказать, со всей дури туда бела, вот, поэтому, значит, возникали ударные нагрузки и вибрации. Но это все работало, вот, и применялось раньше вот для каких-то простейших операций. Позиционное устройство управления уже позволяло обеспечить, что робот придет в любую точку пространства, и такие движения, мы с вами говорили, они до сих пор применяются. Мы знаем, куда мы придем, но мы не знаем, как мы туда придем. Это вот как бы задача позиционных движений. Но зато, вот, поскольку мы не оговариваем, каким путем уйти, то для робота это самое быстрое реализуемое, для промышленного робота это движение, которое он может реализовать быстрее всего, да, потому что ему не надо пристраиваться к какой-то траектории. Да, и, соответственно, мы с вами не знаем ни путь, по которому он пойдет, ни скорость, по которой он пойдет. Преимущество это было, ну, конечно, более сложное, но все-таки сравнительно более, таки не очень сложная система управления. Значит, здесь точность уже определялась, прежде всего, ну, прежде всего, там, не только этим, но прежде всего точностью датчиков, да, не механическим упором, а датчиком. Вот, и вы могли уже проходить через значительное число точек. Это был вот большой шаг вперед, да, вот сколько точек вы запрограммировали, столько он пройдет, да, нет, не две там. Недостатком является отсутствие траектории и отсутствие контроля траектории движения. То есть вы не всегда, и сегодня, когда вы реализуете позиционное движение, я говорю, ребята, учтите, вы не знаете, как он пойдет. Поэтому, например, когда вы роботы вот эти программируете современные, вы пишете программу, и по требованиям, как бы, безопасности, вы первый раз его прогоняете на пониженной скорости, для того, чтобы посмотреть, а как он пойдет, да, чтобы не было столкновений каких-то и так далее. Ну, и отсутствие контроля скорости движения. То есть вот, помните, мы с вами говорили, что ряд технологических применений требует управления скоростью движения, например, дуговая сварка, да, или там покраска. Соответственно, здесь это отпадает, там, дуговую сварку мы так обеспечить не можем. Ну, и напишем, что основная область применения — это простейшие транспортные движения. Но именно для транспортных движений это эффективно, быстро, ну, и нормально, в общем. Следующее — это контурное управление. В контурном управлении мы уже реализуем и приходим, и куда прийти, и как туда прийти. Причем, еще раз обращаю внимание, двояко. И с точки зрения как, по какой траектории, там, по прямой, по сплайном, по окружности, и с точки зрения, с какой скоростью. Значит, минимум — это прямая и окружность обычно в промышленных системах, но более современные уже, как правило, сплайны позволяют там, ну, на уровне параболы, ну, или более сложные. Ну, раньше, кстати, вот прямой окружности, в общем-то, хватало, но, наверное, спрос появился, что ввели вот более сложные. Вот, ну, вот как-то так вот я это изобразил здесь, да, вот что мы там из точки B в точку C можем прийти разными путями. Преимущество — это возможность контроля траектории и скорости. Недостаток — это более сложная система управления, безусловно. Это ограниченность типов соединительных траекторий. Здесь уже очень сильно влияет качество работы системы управления на показательность точности. И скорость движения тоже будет влиять на точность, вот, как вы по траектории идёте, да. Ну и пометим себе, что основная область применения — это выполнение технологических операций. Вот транспортное — это лучше контурное движение, ой, позиционное движение, а контурное лучше для технологических операций. Ну и есть, как бы, третий тип вот в классификации — это адаптивное устройство. Когда мы будем прокладывать траекторию, то есть, в принципе, это то же самое контурное, но куда пойдёт робот и каким путём пойдёт робот, зависит от каких-то дополнительных условий. Ну, например, от того, какой груз он переносит. Да, вот он, помните, мы говорили, взвешивание груза с помощью, вот робот поднял груз, сразу понял, ну, у него стоит силомоментный датчик, он понял вес груза, он его идентифицировал и, соответственно, положил сюда или туда. Вот это вот уже элемент адаптации. Ну, вот, как бы, вот так, да. Вот, вы видите, груз 2 пошёл по этой траектории, груз 1 там по какой-то другой траектории. Значит, преимущество — это возможность изменения траектории вот в режиме онлайн, возможность контроля многих параметров движения и подключения различных датчиков. Этот тип управления является более сложным. Он даёт определён, некоторую неопределённость в работе, да, потому что вот как раз мы вчера, по-моему, да, обсуждали, вот насколько интеллектуальные алгоритмы, они используются в промышленности. И вот, ну, как я понимаю, пока с ними ещё, как бы, ну, скажем, на «ты» до конца не перешли, в промышленности их боятся использовать именно по причине, что мы не всегда можем предсказать, а как оно сработает. А это очень важно в промышленности, да, чтобы, ну, и в жизни тоже, но там это очень-очень жёсткое требование, вот. Ну и, конечно, их сложно программировать, то есть там уже, вот если контурный вариант, это вот вы можете по готовым формам, например, в КРЛ заполнить, и у вас будет работать, здесь уже нужен уровень доступа эксперта, то есть потому что тут уже появляются какие-то циклы, там ветвления и так далее, чтобы вы могли сложные комбинации делать. Ну и пометьте, что основное, это выполнение сложных технологических операций. Например, вы ставите силомоментный датчик, и робот, который выполняет механообработку, в зависимости от сил резания, будет изменять, например, свою скорость, вот с которой он фрезу перемещает. Вот пример такой вот адаптивной системы управления. А это действительно сложная система управления. Или вот, ну вот тут лазерная резка, да, вы ставите техническое зрение, оно смотрит, как что проваривается, там сфокусирован ли луч, если луч плохо сфокусирован, он даёт команду роботу лазер там пониже опустить или повыше, ну, в общем, вот такого рода задачи. Так, у систем управления роботами есть определённые особенности, да, чем они отличаются от тех компьютеров, которые там у нас с вами стоят или мы носим у себя в портфеле. Значит, прежде всего, вот главная отличительная особенность — это они обязаны работать в режиме реального времени, да. То есть если мы с вами, включая там домашний компьютер и, ну, например, там он включился не за 14 секунд, а за 15, да, ну даже за 20 мы скажем, ну что ж ты, давай скорее там чистить тебя надо. Вот, но в принципе это кроме неудовольствия, ну, как правило, это ни к чему не приводит. В промышленности мы понимаем, что любая операция, которая выполняется, поскольку робот, он не сам по себе, а он в составе как бы единого технологического комплекса, она должна выполняться именно за такое время, на которое он запрограммирован, да. Сейчас, секунду. Ну да, вот, поэтому, если мы ему говорим двигать, перемещать концевую точку со скоростью 1 метр в секунду, он должен, вспоминаем обратную кинематическую задачу и задачу о скоростях, так ее обеспечить движение приводов, чтобы это было согласованное движение, чтобы в итоге получилось прямое вот здесь, да, но вы понимаете, что в этом все 6 приводов будут участвовать. Прямая и именно с этой скоростью. Вот, и... Да, и должно быть, соответственно, не быстрее, не медленнее, потому что это все рассчитано, потому что если вы раньше времени, то вы можете с чем-то столкнуться, там позже тоже это, ну, каким-то авариям может привести и так далее. Или вот, как мы говорили, там, вы сварку делаете, слишком быстро поведете, да, у вас плохо сварной шов ляжет, слишком медленно, у вас там прогореть металл может. По этой причине, для того, чтобы вот иметь гарантию стабильной работы в режиме реального времени, пришли к выводу, что эту систему надо выполнять по мультипроцессорной схеме. Тогда каждый процессор получает свой круг задач, на который он рассчитан, и как бы для которого он разработан. И он не занимается другими вопросами. Да, вот как сейчас мобильные роботтехники, например, пытались, ставили одну плату и говорили, вот ты давай и движением командой, и обработкой датчиков, и системой технического зрения, и передачей данных. И в итоге, как бы, ну, вроде, если, конечно, когда на заводе готовый комплект, ну, возвращаясь к мехатронному принципу, да, покупали, и это все работало. Но поставили более сложные алгоритмы управления, обсчета технического зрения, приходили к тому, что система захлебывалась, да, и она не успевала, например, либо обсчитать техническое зрение, если правильно там приоритеты стояли, либо движение уже не успевала отрабатывать. И вот по этой причине, значит, поскольку вот возникает, что их много, люди поняли, что вот различные типы операций, которые робот, которыми вы должны управлять, они все имеют определенную специфику. Например, управление движением. У вас, ну, по сути, ну, максимум два информационных канала, я имею в виду с датчиков, да, например, датчик положения, датчик скорости, ну, еще датчик тока. Все. Информации крайне мало. Но для того, чтобы обеспечивать точное движение, вот это все должно работать, ну, очень быстро срабатывать. Так? А если мы возьмем техническое зрение, мы имеем совершенно другую ситуацию. Информации поступает очень много. Перемножьте там пиксели, да. Она поступает разнообразная. Но, с другой стороны, вот такой жесткой, значит, мне кажется, так движение в системе КРЦ2, мне кажется, то ли 12 миллисекунд, ну, вот порядок какой, да, так движение. То есть вот задача управления движением должна решаться с этим тактом. Для технического зрения речь не идет о микросекундах или миллисекундах, да. Вы можете выждать секунду для того, чтобы распознать, какой объект, или там плюс-минус полсекунды, это терпимо. И вот тогда поняли, что вот для разного типа задач у вас будут разные требования и к системе, которые решают задачи управления, а, соответственно, и к аппаратной части, и к программной части. И это назвали уровни иерархии. Значит, их есть как бы разные схемы, но чтобы вы были в курсе, что в отечественной тематике присутствует, значит, в промышленной роботехнике вот был такой академик Попов, и он ввел вот такие уровни иерархии, что нижний уровень иерархии, это, наверное, стоит себе, кто пишет, отметить. Значит, это исполнительный уровень, то есть это уровень приводов отдельных. Далее идет уровень тактический, фактически это распределение задач между приводами. Далее это уровень стратегический, это, ну, как бы поведение, ну, решение каких-то технологических задач. Далее интеллектуальные и глобальные. Вот, ну, пять уровней так различаем. Будем говорить, когда про мобильные роботы, ну, я как бы еще другую немножко классификацию приведу, которая, на мой взгляд, она немножко более наглядна, но давайте вот здесь на этой остановимся, потому что здесь она вполне играет достаточно. И вот эти системы, соответственно, называют иерархическими и иерархическими. Ну, и вот дальше, как я обещал там пару дней назад, а, вчера, да, цитирую Аристотеля, ну, вот я обещал тоже цитату из античной, ну, это уже античная, ну, не философия, богословия. Вот был такой Дионисий Ариапагит. Значит, он, это первый век, да, вот если кто-то изучал историю евангельскую, вот апостол Павел пришел в Афины и говорил перед Ариапагом. Это был вот как бы, ну, ну, вот источник демократии, да, вот совет такой, там, Ариапаг. И поэтому он был членом Ариапага, вот этот Дионисий Ариапагит. И он пошел вслед за апостолом Павлом, значит, стал христианином. И он написал книгу, называется «О небесной иерархии». И вот дальше просто, знаете, когда вот я вот эти строки прочитал, меня поразило, что две тысячи лет назад он принципы иерархии, в общем-то, которые мы сейчас реализуем, он их все вот сумел сформулировать. Это вот, ну, здесь в приложении к богословию, но все равно. То есть, что мы имеем? Смотрите, иерархия. Да, само слово иерархия, это вы видите, иероз, это священный, а архия, это порядок, архонт, да, анархия, это беспорядок, да, анархия, отсутствие порядка. Значит, иерархия, это, и считается, что он этот термин впервые привел, в язык ввел. Значит, иерархия, это организация, знание и деятельность. Знание, то есть датчики информации, обработка информации, организация, то есть структура, деятельность, это принятие решений. Воспринимая, насколько доступно, соразмерно, соразмерно, то есть уровень иерархии определяет размерность знаний действия. Каждый чин иерархического порядка, соответственно, в своей мере возводится к сотрудничеству. То есть вот этот вот элемент, видите, вот то, что мы говорим, смотрите. Опять, соответственно, способностями каждого устроения, да, первый порядок боли обладает такими свойствами, такими свойствами, знанием и так далее. То есть вот он, как бы, наверное, первый, кто сформулировал в человеческом знании, да, что вот иерархия обозначает соразмерность знаний, действий и организации. Вот, ну, меня вот это поразило 2000 лет назад. Ну, а через 2000 лет появился такой, ну, тоже, кстати, сейчас я найду, вот, такой ученый Соридис, он тоже грек, но он в Америку. Вообще, американская теория робототехники, она была основана греками. Ну, в смысле, они родились в Греции, ехали туда, и потом вот как бы Соридис, он вот этот, сейчас мы говорим, принцип сформулировал, а там Бакц Иванас, это был вот, кто решил задачу управления беспилотным вертолетом, то есть вот в теории они действительно оказались очень сильны, и они вот такие вот теории робототехники американской развивали. Значит, а вот Соридис, он ввел этот принцип, который, он прям стандартно получил название принцип IPDI, increased precision with decreased intelligence, то есть по мере снижения уровня иерархии мы получаем с вами более точный, precision, ну, с точки зрения формулировки, что мы хотим получить, да, с точки зрения, что необходимо выполнить, да, потому что привод — это что? Столько-то градусов, столько-то секунд. with decreased intelligence, decreased intelligence — это мы формулируем, меньше мозгов надо, да, для решения той задачи нужно гораздо меньше мозгов. Поэтому, ну, возвращаясь к человеческому обществу, да, вот у нас тоже есть иерархия. Если иерархия настроена правильно, да, то вот там, ну, прям, президент страны, он мыслит категориями, вот обществу должно быть хорошо, вот, вот примерно так, да, и он говорит, например, оно для этого должно быть образовано, на улицах чувствовать себя комфортно в городе, там, здорово и так далее. Вот это вот образовано, это поступает на следующий уровень иерархии министру образования, который говорит, ага, значит, для того, чтобы было образовано, надо решить такие-то, такие-то задачи, да, и выдает, ну, например, нашим ректорам задачи вам столько-то специалистов подготовить, столько-столько-столько, да. Соответственно, министр образования не должен заниматься вопросами здравоохранения или там обороны. И наоборот. И в итоге это все опускается до преподавателя. И вот дальше, как бы, или если это там, например, чувствовать себя комфортно, значит, как, это доходит до дворника, который знает, что ему в случае выпадения снега надо подмести улицу. Вот дальше, если дворнику, вот дворник четко знает, как решать эту задачу, да. Если, там, например, министр начнет подметать улицы, это будет неправильно, да, это как бы, это не его предназначение, это не его цель, и он это сделает хуже дворника. И, соответственно, а если, соответственно, вспоминаем собачье сердце, помните, когда там Шариков, там, говорит, все взятие поделите, вот профессор Преображенский говорит, что вы даете советы там космической глупости в присутствии двух людей с университетским образованием. Ну, не в смысле, что он глупый, но просто у него, у Шарикова, вот он как бы на нижнем уровне иерархии находится, и поэтому, ну, человек снизу, если, ну, вот как Ленин говорил, да, каждая кухарка должна уметь управлять государством. Ну, в этом смысле это неправильно, потому что у нее нет этих умений, и она не мыслит категориями, вот как бы общегосударственными. Вот, ну ладно, это не политическая агитация ни в коем случае. Так, значит, ну, давайте вернемся к иерархиям. Пометим, значит, место применения иерархических структур управления, ну, и обработки данных. Это когда мы имеем разную природу обрабатываемой информации. Когда мы имеем разные объемы обрабатываемой информации. Это необходимость систематизации обработки данных. Что еще дает иерархия? Вот почему мы к ней обратились. Это возможность распараллеливания. Да, то есть тогда мы говорим, ты занимаешься только приводом, и вопросы, какой объект лежит, это не твой вопрос. Этим будет заниматься вот тот. Но ты, пожалуйста, приводом управляй правильно. И, ну, наконец, вот еще такая особенность. Иерархия вообще соответствует высокоразвитым машинам, ну, и обществам тоже. Так, это мы сказали. Ну, давайте свойства иерархии отметим. Значит, иерархия соответствует определенная структура уровней подчиненных друг другу по вертикали. Значит, свойства иерархии. Иерархия соответствует структурам уровней подчиненных между друг другу по вертикали. Уровни иерархии взаимосвязаны друг с другом. Это обязательно должно быть. Функции, они распределяются между различными уровнями иерархии. Каждому уровню иерархии соответствует его мера свойств, которые характеризуют этот уровень. Да, вот по объемам информации, по сложности поступающей. Да, если, смотрите, например, в техническом зрении у нас поступает там и цвет объекта, и контуры, да, размеры там. То есть мы много чем можем обсуждать там. То, например, на университетах приводов это гораздо проще, да. Или как в государстве, да, там глава страны, принимая решение какое-то, он должен учитывать состояние страны, как себя ведут соседи, какие запасы есть, да, то есть очень много вот в голове держать. Вот. Ну и, как мы сказали, какие-то свойства будут уменьшаться сверху вниз, какие-то будут увеличиваться. Так, это мы сказали. И пометьте себе, пожалуйста, соответственно, на различных уровнях иерархии будут эффективно работать различные методы управления. Вот это важный момент. На различных уровнях иерархии будут эффективно работать различные методы управления. То есть если на низких уровнях, это, как правило, вот там P-регулятор, да, P-регулятор и так далее, да, поднимаемся наверх, мы получаем уже интеллектуальный метод, да. Где-то там, например, ну, может быть, на тактическом уровне, это, например, уровень там нечеткой логики. Идем дальше вверх, это, например, нейронные сети. А вот совсем вверх пока непонятно. Ну, будем как бы… Так, по этой части есть вопросы? Нет? Хорошо. Так, основные компоненты системы управления. Значит, соответственно, пометьте, как правило, двухуровневая система управления в промышленных роботах. Как правило, система управления двухуровневая. Значит, верхний уровень — это модуль, ну, его называют так, в принципе, модуль центрального процессора. Его роль — это решение задач управления верхнего уровня и общая координация работы робота. То есть он получает информацию, кто себя как ведет, да, какие задачи ему оператор задал, в каком состоянии находится система, и дальше приводам говорит, ты делай это, ты делай это, ты делай это. Ну, дальше есть, понятно, оперативная память, есть ПЗУ, да. То есть, ну, в принципе, на… Вот я не могу вам сказать в современном состоянии фанук, но вот как бы кук, они пошли по пути. Верхний компьютер управляющий — это на базе обычного, ну, не обычного, ну, в общем-то, обычного. То есть архитектура — это обычный персональный компьютер. Другой вопрос, что компоненты, они как бы, ну, повышенной надежности. Но, в принципе, там вот материнская плата, вот эти вот азут, двигатель, не двигатель, жесткий диск, видеокарта, сетевая карта, все вот как, ну, в домашних компьютерах. Вот. Да, общая шина. Значит, общая шина, пометьте, пришло это из необходимости. Когда в промышленности стали системы очень сложные, да, то кабелей стало очень много. И тогда пришли к выводу, что надо что-то с этим делать, да. Вот если кто-то, ну, автомобили не очень современные разбирал, вы знаете, там вот эти вот жгуты, прям кабели идут, да. Ну, вот у меня военный кафедр была танковая, там вот, ну, вот буквально вот такой толщины идут кабели. Вот. Значит, и тогда, по-моему, с этой идеи, значит, там и Бош вышел, по-моему, как автомобильный стандарт, наиболее распространенный, Сименс продвигал именно промышленный стандарт, но Бошевский тоже пошел. Значит, появились так называемые промышленные шины. Ну, если вот я как бы не буду в детали вдаваться, то есть идея в том, что каждый, вот у вас есть сложная машина, ну, даже робот, предположим, да. Значит, идея в том, что каждый двигатель, вам не надо к нему весь жгут проводов тянуть, да. Значит, вы их соединяете информационным кабелем, каждый из них получает определенный адрес. Ты адрес такой-то, ты адрес такой-то, ты адрес такой-то, да. Значит, ну, понятно, еще питание идет, но питание общее как бы у всех. Вот. И дальше, соответственно, есть какие-то датчики, которые сюда же цепляются, да. И есть система управления, которая тоже сюда цепляется. Вот что мы получаем. Во-первых, вы видите, кабелей становится гораздо меньше. Вы в любой момент, а меньше, значит, легче ремонтировать, монтаж и так далее. Вы в любой момент получаете доступ к любому из этих устройств. И, что немаловажно, эта система легко реконфигурируется. То есть для того, чтобы вам еще один, например, подключить привод, да, вам надо, ну, просто вот этот вначале сюда воткнете, а потом сюда. То есть это не надо полностью там все переписывать. Ввели новый адрес, система узнала, что есть новый адрес. Вот, как бы, сейчас, ну, на этом принципе работает и промышленная роботехника, и сложная мобильная роботехника тоже ушла на этот принцип. Потому что это значительно сокращает количество кабелей внутри системы. Вот, потому что, ну, кабель — это тоже такой, ну, источник опасности возможных. Там, тем более, наводки всякие друг на друга могут идти и так далее. Значит, общая шина, ну, вы себе как-то отметили, значит, наиболее распространенные стандарты, ну, как я упоминал ранее, это был, значит, Кан, Профибас, это Сименс, это Бош. Сейчас, значит, EtherCAT. И сейчас уже новое, по-моему, вот так оно пишется, но я не знаю, насколько вот она только разработана, или уже вот, да, в чем преимущество еще? Вы покупает датчик какого-то, ну, или двигатель, или чего-то, вот вы смотрите, он совместим там, например, с Кан системой, да, и все, вы четко знаете, какой протокол и так далее. Вот возвращаясь к тому самому мехатронному принципу, да, то есть вот мы имеем, ну, как бы это некий стандарт. Ну, и, соответственно, модуль интерфейса, да, значит, интерфейс имеется в виду и взаимодействие внутри робота, ну, вот, например, в Кока, вот где это персональный компьютер, то это частично реализовано просто вот стандартно, ну, как клавиатура, то есть там можно обычную клавиатуру, мышь подсоединить, монитор. Вот, это интерфейс с сопряженным оборудованием, то есть прежде всего цифровые и аналоговые, и человекомашинные интерфейсы. Так. И, соответственно, был центральный процессор, и каждый привод получает, да, управляемый, он получает свой собственный модуль управления привода. Поэтому, когда вы открываете шкаф, если шесть степеней подвижности, вы обычно видите шесть одинаковых коробочек, то есть где стоит процессор, там силовая часть, которая занимается только этим приводом. Вот она, как бы, иерархия здесь, ну, четко прослеживается. Ну, мы, наверное, даже успеем немножко внутри этого шкафа заглянуть. Так, ну, на слайдах. Нет. Так, и еще я хотел сказать вам, да, это надо было в приводах сказать, вы можете встретить вот в литературе по промышленной робототехнике термин такой шим-сигнал. Широтно-импульсная модуляция, это знакомо? А, все, хорошо, тогда не будем. Так. Ну, давайте сейчас скажем пару слов про программирование. Значит, про программирование промышленных роботов, пометьте себе, значит, оно осуществляется на специализированных языках. на специализированных языках поставляемых производителям. То есть, если вот в мобильных роботах там ситуация чуть-чуть по-другому, да, то в промышленных роботах, ну, я наизусть помню, значит, Кука это КРЛ, Кука Robotics Language, АББ это Рапид. Фануковский, не помню сейчас название, ну, тоже какое-то название. Вот. Эти языки, они, понятно, они, в принципе, между собой, ну, как бы, идея, это все равно обычные алгоритмические языки, вот, но синтаксис у них отличается, поэтому, в принципе, они, ну, такой стопроцентной совместимости нет. Вот. Ну, и это, понятно, каждый заинтересован, чтобы его, если вы купили робота АББ, да, научили операторов с ними работать, то, понятно, в следующий раз будете думать, надо ли мне, ну, обучение операторов стоит очень дорого, вот, поэтому вы будете думать, а надо ли мне тратить деньги на переобучение, давай я лучше опять там АББ роботы куплю. Значит, да, обращаю ваше внимание, мы об этом, по-моему, на первом занятии говорили, но поскольку вот аудитория чуть сменилась, значит, мы должны понимать, что на самом деле эти языки это просто настройка высокого уровня, что на самом деле, когда вы там даете, например, когда вы даете команду, ну, например, там, ptp x1, да, вот, давай вот эту команду, это движение, значит, позиционное движение в точку x1, на самом деле она будет преобразована до какого-то, в итоге до какой-то ассемблерной команды, если бы было удобно писать на ассемблере, мы бы могли писать сразу на ассемблере эти программы управляющие, да, более того, в принципе, этими же самыми роботами можно, вот, не использовать язык программирования робота, а, например, написать, если вы знаете номера портов ввода, вывода, да, как к ним обращаться, какие команды туда подавать, вы можете и на обычных языках программирования написать программу, и она будет работать, но это будет не очень удобно, да, потому что, если вы ее напишите, вот, команда ptp x1, на самом деле, ну, я не могу вам сказать точное количество операторов, которое должно быть, но я думаю, что это целая такая вот подпрограмма на языке, там, ну, типа visualc будет, да, потому что это же надо включить привода, это надо распланировать движение, решить обратную прямую кинематическую задачу, да, начать подать напряжение в привода, посмотреть, как они перемещаются, да, и вот, то есть вы понимаете, это, ну, достаточно как бы такой, вот, поэтому для того, чтобы упростить программирование, придумали специальные языки программирования, и поэтому они отличаются друг от друга, вот, значит, далее, программа движения робота складывается, ну, в тех системах, что я видел, из, всегда из двух файлов, ну, так вот пришли опытным путем, один файл, это непосредственно файл программы, и второй файл, это файл точек, сделано это потому, что вы написали программу, и чтобы вам точки не мешали со своими координатами, вот, как это для удобства оператора, да, так и тот подход, чтобы вам, ну, мы с вами говорили, каждая точка, это минимум, там, либо шесть координат обобщенных, да, либо шесть координат мировых, плюс еще, значит, что вот эта проблема неоднозначности обратной задачи, статус поворот, то есть, ну, короче, восемь переменных, да, вот, если их вывести прямо внутри текста, это у вас заребит в глазах, да, и текст будет трудно анализировать, вот, мы когда будем говорить уже про программирование весной, мы будем говорить о том, что вот основные усилия направлены на то, чтобы облегчить вам программирование робота, вот, соответственно, по этой причине, чтобы точки вам в глазах не мельтешили, их выносят в отдельный, в отдельный файл, а программа, для того, чтобы вы могли легко ее анализировать, ошибки ликвидировать, значит, там стоят, соответственно, в файле программы стоят только команды, ну, которого исполнять надо, да, операторы, ну, там движение логически и так далее, и там еще много чего для этого сделано, чтобы было удобно, ну, об этом свой час. Так, значит, ну, пометьте, что, значит, тексты команд — это команды движения, команды связи с другими компонентами системы, служебные команды, ну, например, это ветвления, это циклы и так далее, да, ну, и какие-то другие там инициализации, декларации, то есть дальше вот внутри все, в общем, как обычный язык программирования, раздел декларации, инициализации, там операторы if и так далее. Синтаксик местами отличается, да, ну, в принципе, все то же самое. Вот, ну, и о координатах мы тоже говорили, вот они в каком-то таком виде бывают. Так, значит, это мы сказали, да, и, соответственно, обычно эти файлы имеют расширение P для программы или для точек, да, locations. Вот, значит, у оператора таким образом появляется, сейчас поймете, почему, ну, как бы мы на этом останавливаемся, две основных задачи. Задача первая — это написать саму программу, то есть алгоритм работы робота. И задача вторая — ввести массив точек. Написание программы — это одна, да, вот массивы точек, ну, как бы отличаются они. Соответственно, по отношению к состоянию робота на время программирования, ну, всем понятно, да, онлайн программирование, оффлайн программирование, то есть когда вам надо робот останавливать на время перепрограммирования или не надо, или робот может спокойно себе работать, выполнять производственную задачу, и как только программу вы допишете, значит, загрузите ее быстро внутрь, и он пошел другую задачу решать. Так, это мы сказали, да, так, 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 так. Ну, даже на самом деле это не очень точно. При онлайн программировании вы можете по цеховой сети программу загрузить и как бы дать команду остановить тут, то есть там остановка будет, ну, совсем кратковременна. Значит, по терминологии, которую вы можете встретить. Первый вид. Программирование обучением. Значит, программирование обучением заключается в следующем, что оператор с помощью пульта, или, как мы говорили, для коллаборативных роботов, там, захобут его, вводит по различным точкам и их запоминает. Значит, пометьте себе, при программировании обучением оператор с помощью пульта перемещает робот, ну, манипулятор, манипулятор робота от точки к точке, и робот эти точки запоминает, а потом просто воспроизводит. Это вот как бы, ну, стопроцентная, как это, pure, да, pure teaching, стопроцентный вариант обучения. Но понятно, что тут сложно, вы не можете что-то написать, и робот, конечно, в это время проставит. Значит, следующий вариант, да, ну вот, да, то есть преимущество, это вы точно, вы траекторию ставите, потому что вы подводите сверлоем на к месту сверления, да, это достаточно наглядно, но отрицательным является то, что робот надо останавливать, программу сложнее проверить, да, оператор должен быть квалифицированный, и сложная программа, вот, типа адаптивного, да, уже, ну, трудно сделать. Поэтому появилось, вот, появилось программирование на входном языке, когда вы текст операторов вводите отдельно, то есть пишите там, ну, вот, вот что-то в этом духе, да, там, ptp x1, там, lin x2, потом, например, там, speed 150, потом, например, там, if k равняется, там, 5, тогда то-то, то-то и так далее, и так далее. Пока вы это пишите, робот себе спокойно там работает, да, а после этого вы его останавливаете, робот, и только вводите вот координаты этих точек вручную. Понятно? Значит, соответственно, траектория остается достаточно точной, вы получаете возможность составления сложных программ, да, с большими ветлениями, циклами, вот, но частично робот простаивает, да, и сложный, очень сложной траектории все равно сложно, и квалифицированный оператор нужен. Вот, ну, и как бы наиболее продвинутый вариант, когда вы все делаете на удаленном компьютере, значит, это называется автоматическое программирование, вы и каждый производитель, то есть либо производитель, либо специализированной фирмы есть, есть программное обеспечение, которое позволяет создать модель среды, в которой работает робот, вы на графических моделях этот робот там имитируете, куда ему надо пройти, когда система промоделировалась, просимулировалась, вы получаете готовую программу, ее туда загружаете, и робот ее отрабатывает. Понятно? Вот, значит, здесь что у нас? Робот практически вы не останавливаете, вы проводите проверку программы там, да, то есть все ли совпадает и так далее. Вот, ну, вот тут я написал, нет потребности к квалифицированным операторам, ну, это, конечно, так немножко лукавство, да, потому что программировать в режиме оффлайн это тоже, ну, нужны определенные умения, это, наверное, не очень правильно, вот, но недостатком является вот это программное обеспечение, дополнительно оно является достаточно дорогим, вот, то есть, ну, мы упоминали, вот, продвинутые системы, которые могут работать, вот, у них внутри уже базы моделей роботов, различных производителей, базы систем управления, различных производителей различных версий, вот такая система, ну, раньше стоила около 100 тысяч где-то долларов, вот, ну, включая там аппаратное обеспечение, потому что раньше это работало только на больших станциях, вот, ну, сейчас, наверное, аппаратное обеспечение подешевело, стоит точную цифру назвать не могу, вот, это вот как бы для сторонних, да, плюс каждый производитель, он всегда старается вам продать не только манипулятор, систем управления, но и, говорит, а вот хотите еще такую систему программирования, да, и дальше начинается торг, если он вас заинтересован, он может вам ее и бесплатно дать, да, если он как бы хочет заработать побольше, он говорит, ну, давайте вот сколько-то заплатите, и они есть разного уровня, там у них упрощенная, там прямо она называется light-версия, да, более продвинутая версия, так, 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 это мы сказали, это мы сказали, да, ну, еще раз отмечаю, что языки алгоритмические, то есть, в принципе, ну, когда вы узнаете оператора, вы легко эти программы будете читать. Субтитры создавал DimaTorzok